так мне тут стало интересно как же выглядит первый рогалик это майнкрафт это не рогалик обсидиан тайм пробежится по ним за 10 секунд это видео на 5 минут и больше тут ничего нету fine, I'll do it myself. Ай, кремонит. Сегодня рогалики занимают большую часть игровой индустрии. Вы сами наверное играли в пару тайтлов даже если и не подозреваете этого. Этселс, Enter the Gungeon, являются яркими представителями этого жанра. Я сам познакомился с ними через Pixel Dungeon, мобильный рогалик. Спустя столько лет я задался вопросом, а почему жанр называется именно ROG-like? Подумав, что в данном случае like значит подобный, я отправился в стим и не прогадал. К моему счастью ROG стоила по скидке 1,25 банки экспериментая, поэтому она мгновенно оказалась в моей библиотеке. Почему же жанр называется в честь этой игры? Сейчас я расскажу все с самого начала. Точная дата выхода утеряна в потоке времени, но вышла ROG аж в далеком 1980 году. Разработали ее Майкл Той, Глэн Вичман, Кен Арнольд и Джон Лэйн. Изначально она вышла под систему Unix, о которой я узнал только от самой ROG, но потом была портирована на другие системы того времени, такие как Amiga, Commodore 64, DOS и Машинтош. Игра по сути не имеет графики. Все, что там отображается — эски символы. Сейчас кто-то запускает гусей в чат, а тогда деды этих работяг писали целые картины с помощью этих символов. Игру такой визуальный стиль, вызванный отсутствием технологий, ничуть не портит. Главный персонаж — Смайлик, а враги представлены буквами. Главной идеей разработчиков была рандомная генерация разных аспектов игры. А теперь давайте поговорим о сюжете. Давным-давно маги создали Амулет Йендера — артефакт, который должен напоминать людям об их истоках. Он способен возвращать к жизни тех, кто желает получить его любой ценой. Смотря на золотую цепочку орла, даже мастер подумал, что эта штука слишком мерзкая, и закинул ее в глубины своей обители. Вы управляете Бивайом, который спустя столько попыток получить Амулет забыл, как его зовут, а сам себя называет Рук. Много рыцарей погибли перед ним, но наш парниша с железной не только волей продолжает свои поиски. Кюжетом же выясняется случайная генерация — это все магия Лорда Подземелья. При запуске вас встречает экран с какой-то криповатой пиксельной рожей. Вероятно, это тот самый Лорд Подземелья, но выбор цветов вызывает вопросы. Порт на доз сделан с IBM PC, который имел максимально 16 цветов. Просидев за такой машиной где-то час, можно было либо словить три, либо окончательно избавиться от глаз. Это вызвано тем, что цветокарта IBM содержала в себе 16 ТБ памяти и не могла обрабатывать движения и пиксели и кучу цветов одновременно. Каким образом работает монитор IBM, известный лишь шаманом и веревним цивилизацией. Когда я узнал, что играю в порт на доз, то мне уже стало немного страшно насчет управления. И шо ли хит спасибо, что вместе с игрой вам дают pdf мануал. Это ветеранопекарская игра, когда еще ваздов с мышами не было. Я привыкал к управлению где-то 4 забега, но даже сейчас мне приходится нажимать f1, чтобы посмотреть как че делать. Но что-то и отвлекся. После рожи чертилы вам дают выбрать имя. Я заметил, что если отказаться от выбора имени и нажать escape, то вам выдадут имя родни и все равно отправят на вечные страдания. Очутившись в комнате, Рук обижал глазами окружения и отправился в другую. Некоторые комнаты освещены, а в некоторых на электрике сэкономили, что вызывает обрезанное поле зрения персонажа 3х3 квадрата вокруг себя. И вот вы встретили своего первого врага. H. Нажимаете кнопку направления, чтобы атаковать. И все. Игра зависла. Я так думал минут 5, надеясь то, что отвиснет, пока не начал рандомно бить по клаве. Оказывается, когда вы атакуете врага, появляется отсчет об успешности ударов вас и вашего оппонента, а после прочтения нужно нажать правил, чтобы увидеть следующий. Спустя пару тыканей вправо вы наконец-то добили бедного Хаба Гоблина и заметили в комнате предмет. Это оказался свиток с интересным названием. Разобраться, какую кнопку нажать, чтобы прочитать его, это отдельное приключение. На каждое действие выделяется по клавише. Иногда нужно нажимать сразу две одновременно. Так ваш сеанс ламповые игры про прохождение героя превращается в концерт восьмой симфонии Бетховена. Чаще всего, буквы на клавиатуре соответствуют английскому слову. Например, W, W, T, R, Z, Z. Сначала непривычно, но потом вникаешь. Для разных предметов в горе есть разные инвентарьи. Чтобы увидеть все, нужно нажать I. Знаете, в мануале очень мало информации насчет предметов, и даже если сильно порысят в интернете, руководства рук мало. Вот, например, я нашел список орудий. Голова, кинжал, длинный меч и двуручный меч. Все такое. Иду я по этажу с такой информацией в голове. Внижу оружие и надеюсь, что это двуручный меч. Понимаю и читаю. Арбалет. Какой нафиг арбалет? Может тут еще и вилкой можно чесать храбов? Цветки, зелья, магические палки и кольца генерируются рандомно с каждым раном. То есть. Красное зелье теперь вас отравит. Цветок Zunvaldelac больше не будет сжигать все живое. Птиковая палочка выпустит небольшую искру вместо уничтожительной молнии. А аквамариновое кольцо, которое раньше позволяло вам меньше голодать, теперь будет яростно телепортировать вас по разным комнатам этого этажа. Полный список каждый раз меняющихся предметов я не нашел, но вот мой вам совет. Если использовали свиток идентификации на кольцо и узнали, что оно телепортирует, выкиньте его подальше. Или можете предложить кольцо своему человеку со словами, увидимся через 30 лет, когда ты появишься тут. За броней тут все очень легко. Каждая очко брони увеличивает ваш шанс не получить урон. Самый худший вариант быть эксгибиционистом, а самый лучший носить на себе пластинчатую краню из ноки 3310. Подход к оружию взятый за настолок с кубиками. Стандартная булава наносит 2d4 урона. То есть каждый раз игра бросает 2 кубика с максимальным значением 4 и результатом является ваш урон. Укрей есть ближнее стрелковое метательное оружие. Последними я не пользовался, так как чаще всего вы будете встречать врагов плотно. Палки мне попадались редко, да и то бесполезные. Исходя из этого у меня был билд на бешеного миличника. Стоит его упомянуть врагов. По виду они особо не различаются, но некоторых я запомнил на своем вверхом орке. Хабагоблины слабые враги, в жизни имеют шанс разводиться. Орки бьют больнее, чем хабагоблины. Фаттеры стирают броню, а кентабры отправляют тебя на экран рекордов после неудачных попаданий. Комнаты подземелья чаще всего пустеют, либо же содержат врага, или золото. Но иногда вам будут попытаться комнаты, существование которых объяснить сложно. Вот представьте, вы опять вошли в подземелье, у вас нет никакой экипировки, вы в предкушении приключений. С мёрдой рукой вы заходите в следующую комнату, а там вас встречает это. Но надо сказать, в комнате также лежит очень много хороших предметов, именно поэтому я называю их сокровищницами. Удивительно, но в такой сокровищнице вы точно не захотите золота. Золото, просто очки, бесполезная штука. Также в игре присутствует система голода, если вы на протяжении долгого времени ничего не ели, то станете сначала голодным, потом слабым, а уж под конец будете падать в обморок почти на каждом действии. Бывает такое, что всю еду ты уже сожрал, на тебе уже торчит слабость, ты в панике бегаешь по комнатам, а еды всё нет. Добро пожаловать в Советский Союз, комарат. Каждый раз, когда вы поглощаете органические элементы, ваш персонаж отвешивает комментарий насчёт еды. А как Гордон Рамзи? Увы, сколько бы он ни говорил, что рацион еды отвратительный, монстры лучше готовить не станут. От однообразных файков ваш рог даже начал жрать с лезенью. Дорогая, ты забрала сына из детского сада? Нет, вообще-то это должен был ты сделать. Чёрт, я совсем забыл, надо бежать, я слышал, что недавно в округе маньяк появился. Опа, ништяк, желешка. С этажами меняются враги, их количество, и ловушки в комнатах. На первом уровне вы ловушек не найдёте, зато где-то на пятнадцатом вы будете играть на минном поле. Ваш инвентарь даёт вам ложное чувство безопасности, но внезапный рост сложности быстро вас вернул к началу приключений. Успешность игры в её простоте. И рог отличный пример этой цитаты. Для рог последовали клоны Хак и Морира, которые породили всё больше и больше игр подобного жанра. Играть в вышеупомянутую игру интересно, хоть в ней и отсутствует звук и график. Советую ли я вам рог? Да, купите прямо сейчас, она дешёвая. Если не хотите именно покупать, пара запросов в гугле поможет вам найти бесплатную версию. Зуновал делак, а я пошёл продавать арго циканами. Субтитры сделал DimaTorzok